всем привет заканчиваем volkswagen я его собрал собрал все что у меня было собрать кроме задней двери потому что на нее чуть-чуть не хватает элементов из недостающего теперь это поубирать салоне полирнуть крупные соринки какие тут лежат располировать соседние элементы помыть машину хорошо попроверять еще где-то что-то может прям такое явное сильное да там вот это допустим убрать чтобы машину красиво отдать человеку ну и тут из такого что нужно сейчас сделать пусть пока слов это вот этот вот короче какой-то раскрывшийся ржавый ржавый трещин что нам нужно берем тупим скотч бронировочный тупим его в соседний элемент чтобы у нас на свежем лаке не был активен как свежий он и так клеится неплохо я уже его в стекло четыре раза купил он все равно не тупится приклеиваем так чтобы я работая наждаком не повредил стойку это именно под работу с наждаками сейчас все надо также как обычно обжиживить сначала водным составом потом сольвентным составом пособирать все загрязнения потом поработаем с наждаком чуть-чуть грунтом чуть-чуть с краской да и все собственно и с быстрым лаком саня остался хс сотровский быстрый вообще в ноль жаль ну ладно найдем чё-нибудь чё у нас там есть быстро чтобы сегодня вечером все располировать по проверять и машина была готова к отдаче так все обезжирено теперь смотрим что у нас есть нам нужен какой-нибудь более-менее крупный наждачок это у нас файн сильно крупным тоже не стоит прям сильно брать но саму же ржавчину надо раскрыть если будете ли супер файл этот буду до завтра стереть она и файл не сильно по хорошей берет отвертки наладить еще чем-то я не хочу мне нужно растереться таким образом чтобы я все это дело мог загрунтовать с аэрографа покрасить с аэрографа и лачком вскрыть но хотя бы с маленькой точки на пистолете так подготовлено файн размотовано супер файн вот так теперь 1500 тримовский наждачок вручную расшлифовываю себе переход пошире так запасе к она то тут понятно как бы где он закончится но я лучше распылюсь потом располирую не будет никаких у меня забот тут снимаем скотч следов скотч затуплены никаких не оставляет на свежем лаке еще делаем раз вот так вот тут именно по свежему лаку у гранички туда канавочку всю пропиливая потому что полировать этот буду целиком сейчас чуть-чуть аккуратно завернуть покажу как завернуться а еще раз все обезжирить на завернуться и можно начинать работать заклеил я тут все соседняя работа аккуратная будет но надо по заклеивать все равно сделал такой отворот скотчем именно в том месте где у меня открытый металл опять до из него никуда хорошо перемешаны и тоненько тоненько чисто туда все на этом все ждем снимаем скотч и лишний теперь ждем когда он высохнет но я дам наверное минут 30 объясню зачем он и тонкий но тонкий слой но сам грунт толстослойный и надо будет тут чуть-чуть поработать наждачком чтобы не получилось что у меня линия от скотча она хоть и на отворот но все равно имеется какая-то что она будет видно вот металл активируется и на него мы тут будем красить уже посмотрим что получается берем суперфайн буш но чистый обдутый времени прошло минут 40 этом был занят другими делами сильно я ничего не протираю я просто делаю вот такие вот движения все хватит если там что-то и было она сотрется в любом случае берем просто салфетку уже ничего не обезжириваю и просто сотру то что может стираться и идем разводиться в аэрограф база есть заряд пушка-гонка берем аэрограф и enter tool самое дешевое что было на рынке так примерно примерно во что-то теперь в направлении от перехода то есть вот туда начинаем прокрашивать сейчас просто заливаю сам металл открытый переход раскидаю чуть-чуть попозже надо будет учить раскинули иначе если так оставить он будет смотреться полосой сейчас сушим смотрим что получается липкой салфеткой надо все протирать хорошо не знаю как поставить камеру так чтобы было удобно и снимать и работать в общем все липкой салфеткой сейчас вытираем и аккуратненько раскидываем растушеван ну что пятно то она и под этим углом вам видно частью давление сброшу то за за надто высоко будем пробовать не нравится мне эта херня смывая вообще очки вообще очела просто прикидываешь вот эту шляпу если так оставить ну смывай так я сейчас чего и хочу смысла такая не пойму чё прям капля такая крупная водно-спиртовая обезжирь к пока она все свежая на расписи спокойно взяли воду убрали удобно так что-то не что-то пошло не так давай обжирились на зажире ли сразу до не зашел на датом обдутся высушить да еще салфетки с химик протереться разочек давай твой аэрограф ты рису липкая а можно этой силиконом намочи липкой пособираю весь ворс короче щас был что-то пробую бону цвет общий очком не у меня такое не устраивает сейчас александр покажет мастер-класс попробуй попробуй серебро разбавлено хорошо ну ты это и хреново что хреново так он через аэрограф не пролезет а ну и так падает каплей шо пикассо в деле выбрал тактику по чуть-чуть пиктоке надо пикантик покрасить пикток 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 получилось что он переплыл именно такой мощный можно еще знаешь что попробовать сделать в этот лпашку сейчас налить биндер то есть тоже прозрачная жижа тонко кинуть его и влить давай попробуем темное пятно сами вообще капец он темно-темно подожди еще ничего не что мешает биндером пройтись цветы закунули закрыты все но она не светится по крайней мере контур видность контур чего ну пропила то там все протерто и подгрунтованы я так понял ты там только этим и занимался в харькове была возможность тренировался я с аэрографа в своей жизни подкрашивал два раза в проемах пропил все коктейли же пропилят тоже хорошо я с аэрографа в своей жизни мне больше напрягает контур по пропилу пусть он подсохнет его липкая еще салфеткой прибавить в принципе сейчас тут еще подсушить и раскидаться и будет у нас послушать но это не пянула раскинулись как получается все равно есть такой оттенок который мне идеально не нравится лачок залил лка h-400 факел в точку подача на один оборот небольшое давление лачок полутора здесь нам не количество повел до желания а то как он будет себя потом вести при полировке и зону надо перекрыть такую обширную нормально высохнуть минут 15 более не видно с этим ничего не сделал к сожалению к сожалению к сожалению это только перекрас уже нормально именно перекрас делать не локально так кусочком не нравится мне как второй слой нанесен и смотрится отсюда еще не так плохо лак и дать что-то свое тоже привнес переходной растворитель тоненько-тоненько это переходник лехлеровский он ультрахаесный в его составе есть какой-то там компонент который повторяет по свойствам лак и там где матовая становится чуть-чуть глянцевым потом его переливать очень не рекомендуется так 35 минут и посмотрим надо еще раз пропалить все нормально переходничок отрабатывает свои бабки изумительно баллончик не дешевый он дороже чем все что обычно привычно есть на рынке раза в три но реально так как он работает допустим у пол даже старый который я очень любил баллончик у половский он так не работал оставляем так как есть посохнуть часа на два конечно видим под разными углами по разному виден отсюда спереди явно видно такое как петли на темная сбоку темного не видно видно светлый вот этот именно 1 . сзади только светлая видно темного не видно такое сера игра часа через два расклею и выгоню ее на улицу на солнце пусть там досохну но сегодня короче тут растянется на два дня тоже с этой машины в один день работы сегодня как таково не будет ничего уже полировать так полировать и вверх и ссор на дверях переходы на крыльях везде по кругу чтобы уже делать так одним днем потом и помыть да отдавать так проблем по машине принципе больше никаких нет единственное что меня сейчас огорчает это конечно крыша хотелось получить хотелось чтобы получилось локально красиво но видите серебро серебро очень сильно очень сильно выделять все ждем ну что продолжим сей автомобиль уже заканчивать тут борт я махом чухал осталось ручку поставить и молнин их нету просто переход еще на улице покажу пройдусь тут сорт чуть подрезал его как бы немного было тут переход тоже уже убрал на улице покажу сейчас самый интересный переход тот который самый неудачный как бы получился именно по выходу своему подожди они удачны там просто кругом тирану средней жесткости и все так чем будем работать у нас есть миндзер на хэви куд 400 показала себя шикарно руб из зефир шикарно себя показал кварц глосс я не пробовал на сашка говорит на огонь на среднем круге блеск дает хороший сравниваем как бы по скорости работы и цене он пока что работает классно но сравни с этим если брать финансовую составляющую то выгоднее пользоваться этой а это классно пахнет синий круг такой не жесткий не мягкий то есть ни туда не хорошо так ляп 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 это 1500 колокс листочки сейчас попробуем как они располировать и посмотрим как она располирует вот этот выход без работы наждаком все таки так тут по полке все хорошо здесь мне не нравится сейчас покажу что мне нравится первых я его не могу втянуть он тянется такой от линии не линия матовости сейчас возьму полторушку сухого 3 мовскую полторашка сухенькая аккуратненько тут во-первых рисак от наждака которым зачухивали раз вторых микросор на самом зоне перехода когда расклеился поддувался где-то подтянул за собой это 2 и 3 выбить это все в одну матовость потому что походу попала чуть-чуть на гляне с лаком и она подтягивается база тут далеко то есть база тут вот тут а переход дальше знаете есть моменты когда база входит в границу и тогда уже с переходом ничего не сделать будет тянуться четко видные линии то тут когда тянется чистоватого надо зашоркать чтобы он сошелся матовыми линиями со старым покрытием где делали риску тогда перехода видно не будет вот то есть матовыми сейчас поймаю сам не вижу в камере уже вот здесь проходит матовая линия нового и старого лака она еле различима по как бы по оттенку так называем полируем полировать только поролоном потому что мех вырвет эту линию она будет щеткой такой рубаны как будто через скотч ну кривенькая но как будто через скотч сделано то есть мехом не получится сделать ничего не забываем что это еще жесткий круг уже оттянулась получше получше на ее еще можно вот под таким углом если вот так ты как знать куда втекать ее можно еще посмотреть сейчас перебываю круг на мягкий и другой пасты красный мягенький паста жиденькая так что-то мне не нравится он еще тянется и оттягивается по ходу мало наждаком отчухал он еще оттягивается видно так значит что делаем обезжириваю сейчас потому что пастами наждак не работает с пастами ну да его видно сбоку хорошо бежево сейчас пойду возьму наждак тысячку с водой аккуратно пройдусь потом вот этой полторашкой пройдусь и еще был полировать потому что не врублю чем тянется странно уже все на замоте он сидит вот такие вот приколы да там везде все получилось три перехода тут со старта не получается хорошо так берем тысячу ракелек мерковский где-то вот тут он по-моему да так ну выход на матовой части хороший я не улыбаюсь чем вытягивается когда полировать начиная сейчас попробую не перебивая полуторки синим кругом опять синие пасты хотя тысячку убрать это не так просто все равно тянется слушайте это западло сейчас окажется что надо королишка лаком все вскрывать вообще не урубаюсь риска 800 к на машинке сухая на мягкой подложке тремовский переходной растворитель тонкий слой припыльный везде там все идеально тут тянется надо было начинать с этого крыла можно было тут перелатчится и она нормально прошло вот поэтому переходики иногда лучше оттягивать целиком лаком по времени это быстрее если подготовить вот этот кусочек было по времени гораздо быстрее чем ну сидеть вот это сейчас тереть полировать и теперь ну реально так смотрю не факт что оно получится что-то она прямо очень некрасиво главное еще нигде не пробиться с этой толщиной лака сейчас санек принесет полторушку-двушку сухие я пока отобью вот так вот кант здесь чтобы не протереться на конту потому что кант это единственное тут место на котором реально можно сделать хороший пропил на конту узенькую линию видно не будет даже если ее типа не полировать а пробивку будет видно очень хорошо полтора сразу две так можно попробовать несвежую ну ладно вот что ты делаешь то есть не я просто смотри ну 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...